Родительская безответственность уголовно наказуема. В 6 утра судебные приставы провели рейд по неплательщикам алиментов. К такому раннему визиту многие оказались не готовы. Долги перед детьми, как выяснилось, здоровому сну не помеха. Утренний рейд по алиментам. Что рассказывать, как у вас дела с алиментами? Хорошо, на лекции все есть. Все есть, давайте посмотрим. Молодой человек живет в коммуналке на проспекте Ленина с новой женой и ее ребенком. Приехал он в наш город из Сыктывкара. Там же оставил свою прежнюю семью. Неродивый отец пока что безработный и не имеет в Иванове прописки. Но что примечательно, вместе с новой гражданской супругой они купили квартиру и скоро справят новоселье. Своему ребенку, между тем, мужчина задолжал порядка 250 тысяч рублей. Приставы наложили арест на его мобильный телефон. Так, вы по 1000 рублей платите, да? Да, 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 каждый месяц. Всех дружаю с тупой, почти буквально. Не год, сначала год, точно. А задолженность как погашать? Ну, пока нечем, я же нельзя работать. По словам взыскательницы, в этой квартире бывший супруг-неплательщик проживает вместе со своей матерью. Приставов он игнорирует, в управление не является. Долг мужчины составляет 70 тысяч рублей. Похоже, женщина придерживается тактики сына и делает вид, что задолженности не в курсе. Судебный приставов по алиментам. Он дома? Нет, его сейчас нет дома, он при другом сейчас адресу. Ну, а по каким алиментам, я не понимаю? Алименты в пользу Алены Юрьевны. А она что, продавала? Конечно. Еще в мае месяце. Правильно. Впустить судебных приставов в квартиру, для того, чтобы они могли проверить имущественное положение, женщина отказалась. А вот следующей семье скрывать нечего. Чита оказалась вполне гостеприимной. Только хозяина немного возмутил яркий свет на камере нашего оператора. Лампочку берите, а? Камеру. Лампочку. Иди, пожалуйста, свою. Двоих несовершеннолетних детей к себе под опеку забрала бабушка. И это и должны горе родители по 30 тысяч рублей каждый. Арестовать у них нечего. И самого ценного – этот щенок. И тот без породы. Единственное, что может немного уменьшить долг – микроволновая печь. Пока я буду микроволновую печь у вас арестовывать. За что? За долги. Какие долги? Как-то, вы же видели. С сентября месяца у вас элементы. Вы ни разу не платили. Про долг глава семейства каждый день слышит, как первый раз. Сколько долг? 30 тысяч рублей. Сколько? 30 тысяч рублей. А с какого это? Не посчитайте. Вы должны платить по 10 500 в месяц. Я безработный. Так вот, я вам учила с учетом того, что вы безработный. Я вам вчера говорила, сколько одна третья на содержание двоих детей выходит. Ежемесячная плата. 10 500. Вы вчера слушали меня, когда я с вами беседовала? Всего в региональном управлении судебных приставов 6800 исполнительных производств по взысканию алиментов. И у каждого неплатильщика свои обстоятельства и причины неуплаты. В подобных рейдах приставы разъясняют должникам нормы законодательства, проверяют их имущественное положение. Крайней мерой воздействия на данную категорию должников является привлечение их к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до одного года, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы также сроком на год. В случае, если должники, которых мы сегодня посетили, не приступят к погашению своей задолженности, не начнут материально обеспечивать своих детей, в отношении них дознавателями службы судебных приставов будут возбуждены уголовные дела. Всего с начала текущего года возбуждено 586 уголовных дел по невыплате алиментов. Это повод задуматься для тех, кто продолжает игнорировать решение суда и судьбу собственного ребенка.